приветствую вас друзья мои и гости канала это канал круиз антонина абрамкина и 2 прогноз для водолеев на май 2022 года друзья мои поддержите пожалуйста мой канал подпишитесь если вы первый раз на моем видео на моем канале вернее и если вам видео понравилось то обязательно поддержите и подпишитесь потому что прогнозы я пишу каждый месяц и в соответствии с движением планет как выглядит звезды неба к вашему знаку зодиака сейчас будем говорить про водолеев на что обратить следует внимание на какие события важные подтолкнут вас эти планеты все это вы узнаете и уже будете соответствии с теми расположением планет к вашему знаку уже будете принимать решение к действиям или приостановить свои скажем планы ну и рассказываю о важных моментах где скажем с коридорами затмений с кармическими задачами ну что-то многое для себя уясните и может быть и даже и прозреете обычно через мой канал много людей же которые мне написали комментарии сознание пробуждается то если до встречи со мной были как спящие принцессы а теперь у них сознание пробуждается и они ждут следующего моего видео я очень рада и благодарна всем кто поддерживает канал пишет комментарии люблю всех обнимаю ну что ж начнем месяца а кстати забыла сказать вот прежде чем я буду раскладывать карту таро обязательно загадайте желание и соответствии с вашими планами и целями и во время расклада вот разложу эти карты вы увидите картинку ту который соответствует вашим целям и желаниям и не то что я интерпретирую а вам придет ответ от вашего высшего я и вы поймете да вот именно вот этого я ответа ждала так что поиграйте со мной в эту игру интуиции она у всех своя как со внутренним настроем подключена к вашему высшему я поэтому всегда человек может по измене по прочитать подсказки вселенной и изменить ситуацию к лучшему если прислушается вот но и я естественно тоже пытаюсь донести до вашего подсознания позитивные моменты жизни поэтому я и показу карту звездного неба чтобы вы тоже прислушались и шли не в резонанс со вселенной а именно так как навигатор вас подталкивает ну вот так и я такой вот такую игру в этот месяц я затеял на следующий месяц может еще что-то будем другое но вы получите ответ любом случае но еще одно главное пока не забыл а то потом я могу уже уйти в других целях вернее в информациях и забуду главное сказать то что мы плутон вот здесь плутон у нас два в 28 20 26 27 28 29 дни апреля будьте внимательны как раз перед до новолунием 30 апреля солнечное затмение будет и мы зайдем в коридор затмений сейчас подробнее расскажу но в этот период именно плутон останавливается и уходит ретроградное движение вот эта карта звездное небо у меня на 2 мая и здесь уже вот он ретроградный но в момент остановки плутон уходит как 3-4 дня а берет административно и уходит от своих обязательств и а он нам очень важен что он нас за нами тоже присматривает плутон это либо дает либо отбирать но это бог подземного царства и он решает и наше долголетие хочу сказать и нам очень важно чтобы он тоже присматривал а тут он 3-4 дня уходит а тут черная луна еще вот у нас активные и здесь отложите травмоопасный период хочу сказать если кратко отложите поездки отложите важные вопросы связанные с большими финансами вот но он уйдет ретроградное движение аж на несколько месяцев но давайте мы вернемся к месяцу май а месяц май обещает порадовать нас всех неожиданными хорошими и в первую очередь по урану вашему покровителю внезапными переменами месяц активных действий это не только для садоводов и огородников а для всех нас мы все пробуждаемся после зимней спячки природа ожила и мы вместе с ней а значит у нас идей и настроение на высоте солнце греет то есть мы уже прям полны энтузиазма и это у нас началось с весеннего солнечного равноденствия скажем но сейчас мы особо вот активные и наступает период путешествия и здесь вот на 2 мая я показываю солнце и уран почти в одном знаке соединились а уран еще 4 года будет находиться в знаке телец в материальном знаке но здесь он высветит и с хорошими аспектами с марсом и но единственное здесь вот для водолеев квадратуре как солнце будет квадратуре с белой луной квадратура создает напряжение тогда когда у нас хотим получить ответ но он почему-то трудновато идет и все это соединение узел будущего сейчас знаки телец материальном знаке которые на оси со скорпионами ось обладания да и вот здесь с узлом будущего как с продвижением каких-то планов тоже притормозит и это вот это напряжение белой луны и сатурна к узлу будущего кстати будет весьма еще там и у нас и меркурий станет ретроградным с 10 мая уйдет ретроградное движение а он здесь но он все равно здесь в хорошем аспекте с плутоном значит договора контракты какие-то вот здесь большие сделки будут совершаться но не забывайте что черная луна перешла с 14 апреля в знак рак на 9 месяцев до до декабря 2022 года и здесь рак у нас это жилище дом в котором мы живем благоустройство строительство все будет крутиться вокруг жилья но еще и рак у нас это взаимоотношения вода эмоции ими управляет луна раком а это эмоции они у нас как плаксивенькие ребятеночки которые вот постоянно ноют но это чувство поэтому здесь и любовь и семья и взаимоотношения и страсть водные знаки у нас очень страстные но здесь черная луна не забывайте то есть при оформлении при покупке при сделках в присутствии будет вот эта интрига провокация какая-то но это я в первую очередь говорю раз жилье значит это риэлторы недобросовестные недобросовестные юристы вот здесь они очень становятся активными и и так-то весной они и круглый год активные черные риэлторы но здесь будьте внимательны но кто предупрежден тот вооружен но что еще можно сказать фортуна всегда на стороне решительных людей и путь к изобилию здесь у нас особенно будет с 1 по 10 мая тогда когда 30 мая мы входим коридор затмений как благоприятный период для покупки выборного жилья и дачи как я уже сказала и 16 мая коридор затмений закончится это будет полнолуние и лунные затмения так вот в этом коридоре в этом периоде будьте особо внимательны потому что эти коридоры они всегда судьбоносные и как как-то влияет на нас кармически но так как здесь у нас затронуто будет там скажем по поводу черной луны я хочу сказать здесь у нас затронуты будут сила рода а кармические узлы это всегда связано вот как я говорю уже с судьбоносными моментами то многие захотят переехать деревню дом родительский то есть там или как вообще переехать к родителям чтобы например молодым освободить квартиру и и то есть вот такие перемещения переезды и будут почти затронуты в каждой семье потому что вот именно эти события но для водолеев так как солнце будет четвертом доме это будет касаться в первую очередь четвертый дом как раз у нас управляет раками и а вы сейчас по солнцу попадаете в четвертый дом водолей и у вас вот это один с это как раз говорит о недвижимости о о жилье и водолеев будет решаться именно вот эта программа в первую очередь и коридор затмение обязательно принесет какую-то ясность и вы уже точно будете видеть картину ту которая будет например куда переехать когда переехать какие ситуации вот уже подталкивает к этому вопросу вы к этому уже потому что четвертое еще раз говорю жилье стабильное жилье и по сатурну который вот сейчас уже третий год вашем знаке он уже следующий год уже выйдет из вашего знака и он не уйдет пока вас профессионально не укрепит и не определит вопрос жильем плюс брак потому что здесь и белая луна и сатурн они здесь пришли не просто они создают напряжение они вас заставляют что-то в жизни менять и чтобы это практично вошло вашей жизни сатурн следующий раз войдет важна через 30 лет 33 года он по три года в каждом знаке находится и он не уйдет пока не наладит все вопросы жилья мы с супругом тоже образовали семью в этом именно в этом периоде он у меня козерог когда козерогу вошел сатурн и вот он через 33 года вернулся да и мы в браке стабильном браке и как и здесь вы тоже водолея как то что вы сейчас образуете семью дом работа все это практично войдет на долгие годы на 33 годы это точно но все это с новой хорошей программой для вас и вот на это обратите внимание потому что вы уже какой-то кармические отработки прошли и теперь у вас все уже начнете для себя для семьи в общем вот такие благоприятные но если конечно сами безбашенными не будете вот но и здесь что еще можно сказать ну то что вот я на узле будущего и прошлого то есть ось обладания это я уже рассказала и это прежде всего вот ведет к материальном благополучии для для себя как то есть стремление к накопление к собственным благополучию но вот во всех договорах и контрактах ищите компромисс и чтобы не остаться у разбитого корыта будьте внимательно что подписываете с кем подписывать с кем договаривайтесь кому доверяете вот здесь вот будьте очень внимательно особенно после 10 мая я вообще не рекомендую не подписывать потому что все контракты будут по ретроградную меркурию и потом пересмотрены расторгнуты вот здесь не попадетесь в ловушку мы вернемся к водолеем по четвертому дому а дом в котором живем не движемся родные сестры братья родители вот это укрепятся и плюс этот коридор затмение между скажем с 30 апреля по 16 мая он нас еще больше укрепляет вот в этих кармических связях то есть больше общения с братьями сестрами с дальними родственниками вот здесь вот смотрите зачем вас жизни как сила родов по идее вот получается и мы накапливаем получаем энергию мы все сидим на одном древе и древо рода и как никак все равно с одних корней черпаем энергию вот это надо запомнить но сатурн весь год как я говорю остается водолеях это закон все будет по закону это границы но сатурна сжимает ограничивает в каких-то ну в безбашенных действиях его и его задача вот сатурн вообще сплотить человечество но на законодательном уровне но если вы образуете семью брак будет точно проще на 33 года это да и тем более уран вот таком практичном знаке как телец это это точно хороший вариант ну и белая луна заселившие водолея знак в вашем знаке поможет вам выбраться из какой-то кризисной ситуации вка если вы в какую-то вляпались и 15 сентября белая луна переходит к рыбам начнет рыбам помогать но находясь в рыбах начнет возрождение духовности вот все больше ну к тому момент и военные действия наверно уже в мире станет спокойной но когда белая луна войдет к рыбам то здесь вот уже милосердие в общем все тайны недоброжелатели будут выведены на чистую воду за этот период лето конечно будет вот таким вот напряженным и призывает призывать нас будет к любви и сострадание ближнему это я про белую луну в рыбах мы будем ждать но сейчас пока он меняет жизнь к лучшему именно водолеем и ваш уран вернемся к вашему правителю и еще четыре года будет находиться в тельце это хорошо и вам и тельцам особенно в мае вот как будет много хороших вариантов вот как я уже здесь сказал и солнце и меркурий сюда вернется с тоже станет с узлом прям в одной точке они хоть меркурия ретроградный будет но он вернется к тельцам будем доделывать и укреплять то что отложили и здесь с меркурия с узлом будучи это очень хорошо тогда когда мы конкретные договора и мы будем видеть наше будущее наши наши планы так что это хороший период и меркурий ретроградный будет в тельце до 3 июня вот это тоже до 3 июня будет будем доделать дела Но на личном плане для водолеев и для всех, и для каждого это очень хороший период тогда, когда мы конкретно договоримся о чём-то, о чём у нас что не получалось. Ну, и это мы всё, это май придётся нам вот конкретизировать и к стабильности. Ну, я уже сказала, что Белая Луна и Сатурн создают квадратуры и создают напряжение и к Солнцу, и к узлу будущего. Ну, здесь вот этот квадрат ещё показывает, но это мы сейчас не об этом. Это, я думаю, не каждому интересно, только тем, кто астрологией занимается. Но то, что они создают напряжение к узлу будущего, это через трудности, но мы перспективу видим, что это для нас, для всех выгодно, хорошо, и это надо было сделать. Вот, потому что эти планеты будут водолеев, всё-таки Уран сейчас всё как меняет нашу жизнь, программу жизни. И всё это стараясь поменять в нашей жизни к серьёзным переменам. Ну, звёзды рекомендуют водолеям уделить особое внимание на здоровье. Можно в баньку сходить, но в первую очередь откажитесь от вредных привычек и алкоголя. В общем, отношения семейных пар укрепятся ещё больше от того, что они в совместные мероприятия, поездки к родственникам, к родителям, бабушкам, дедушкам, вот, станут встречи эти такие тёплые и станут более гармоничными и тёплыми ваши отношения. А у свободных водолеев могут развернуться бурный роман, да. А в рабочих делах всё идёт по накатанной. Просто будьте повнимательны, что кто-то на работе от зависти к вам распространяет о вас неприятные слухи и сплетни. Но, ну, в общем, все ваши дела в мае будут успешными. Просто понимательны и не доверяйтесь. Ну, давайте уже карты. Так много, целую лекцию прочитала. А что, надо сказать. Ой, поездка, дом, арбузы. Ах ты, здесь луна черная, вот лилит. Ну, а что делать? Она вот здесь вот показалась. Она о чём-то предупреждает всё же. Но всё-таки доходы семья укреплена. Ах, карта мага. Конечно, она урагом должна выйти водолеем. Они же у нас маги-колдуны. Ух ты, навигатор, новая картинка, новое видение. Шикарные карты водолея, я вам скажу, выпали. И третья колода у меня ещё приготовлена. Сейчас мы вытащим с третьей колоды. Эта карта вот к всем выходит. Путешествие, автомобиль. Ух ты. Ну что ж, давайте начнём. Вот так, как я сказала вначале, загадайте желание. И сейчас какая-то картинка нарисуется в вашей голове по тому, как... Сейчас я немножечко направлю. Вот так, чтобы видно. По тому, как выглядит сюжет. И читайте, вот оно совпадает с вашим вопросом. Какой ответ вы получаете, глядя на то, что вы загадали. Но я начну. Дорогие мои водолеи, для вас действительно период благоприятный наступает. Десятка жезлов. Это перспективы, возможности. Видите, образование семьи. Это новый проект совместный какой-то вы... Который призадумали. Может быть, если вы что-то хотите начать, то... Ну, я в первую очередь, наверное, хочу сказать, что по четвёртому дому это семья, это дом, это далёкая поездка к родителям. Вот то, что именно первая карта говорит о том, что здесь это определит ваше будущее. Как я уже сказала, семья на 33 года, в которые вы войдёте. И здесь... Но это ещё покупка жилья. Но, может быть, это ипотека. Вот образование семьи. Вы сразу возьмёте ипотеку. И здесь единственное, что вы будете сомневаться, получится, не получится. Луна – это сомнения. Но здесь чёрная луна. Вот то, что вы хотите, например, задумали или затеяли, то вот здесь ваши сомнения, они могут и с интригой. То есть, ну, если вы девушка или парень, да и парень тоже сейчас... Брак по расчёту, может быть, думаете, вот здесь, потому что здесь венец букет держит. И вот здесь вы, думаете, наладите ваши финансовые дела по браку, по расчёту, то здесь, конечно, Сатурн выведет на чистую воду. И я сказала, белая луна, войдя в рыбу, тоже всех выведет на чистую воду. Вот сейчас будьте внимательны. При решении, если вы ипотеку берёте... Вот я сейчас сама лично слушала, ипотеки сейчас 20%, которые лучше бы не брали. Потому что к концу года, сама слушала финансиста, который вот с политологом они разговаривали, сказал непосредственно, что до 10% к концу года может упасть процентная ставка. Повремените, вот здесь и эта карта и говорит, повремените с ипотекой и взятием кредитов всяких. Вот здесь ваши финансовые выгоды и финансовые дела будут лучше решены от ожидания и непринятия важных решений сейчас. Но здесь ещё, посмотрите, решая финансовые вопросы, важно, не вляпайтесь с чёрными риелторами, как я уже всем говорю, вот с недвижимостью или ещё с прочими делами. Вот здесь понимательны. Но следующие колоды, карта, говорят, вы действительно, водолеи, как карта мага, выходит волшебным образом. Ваша карта-навигатор вот здесь вот, видите, здесь он говорит, туда пойти, сюда пойти. И чёрная кошка за спиной уже, она не мешает вам, не перебегает вашу дорогу. Но здесь остановитесь и хорошенько подумайте о своих, о принятии важных решений, особенно вот с этой дамой. Но здесь я имею в виду чёрную луну, лилит. Это иллюзии, фантазии и наши амбиции, может быть. Вот здесь как-то волшебным образом сыграется смена карта жизни. И здесь вот выбирая, жизнь вас подведёт туда. Вы даже сами не ожидаете, что как это правильно и не так, как вы думали и планировали, разрешатся те события, которые вы думали ещё долго будете решать. Но здесь ваши помощники, уран, говорят, да не будет так, мы сейчас быстро всё это разрулим. И здесь, видите, паж кубков, одни маг и две карты пажей, пентакли тем более. Это финансовый вопрос, финансовая выгода. И здесь вы уже держите кубок, который художник стоит, рисует и просто кайфует от того, что у него такая красивая картина и сюжет нарисовался. Это говорит о том, что ваши мечты, ваши желания, они... Вот здесь река времени, и здесь это, может быть, ещё сила рода. Река и вода у нас – это сила рода. Вот здесь показывает то, что вы, ваши мечты, о чём вы мечтали, и фантазии ваши, и ваше воображение. То есть запустили матрицу. Я прежде всего говорю, когда мы о чём-то думаем, мы запускаем матрицу мышления, меняем нашу матрицу жизни с новыми нашими цельными планами, вот здесь квадрат. Но её надо чётко нарисовать, чётко сформулировать, и тогда в цифровом варианте матрица поменяет и даст материализацию на ваши планы и желания. Вот здесь это чудо должно произойти волшебным образом в вашей жизни, и жильё, и семья, и любовь, то есть и решение финансовых вопросов. Ну вот это вот, как бы, не теряйте бдительности, всегда читайте документы, сколько и чего там, всё прочитывайте, и не очень-то будьте доверительными. Дальше, ты из третьей колоды, вот здесь, как, жезлы. Это дама жезлов, скажем, да, это перевёрнутый знак. Карта, она говорит как раз вот о юридических вопросах, в которой вы, здесь чёрная кошка, вот она бегает. Но здесь ожидание того, что, ну, либо же, что можно сказать здесь, какие, ну, тоже, вот она под картой мага, то есть без особых усилий, наверное, надо сказать. Так вот мы прилагаем усилия, работаем, стараемся над благополучием нашей жизни. А здесь она перевёрнута и говорит о том, что вот быстро решатся юридические вопросы, потому что здесь дальше рыцарь мечей. Вам одни рыцари пажи выпали. И, значит, вот эти юридические вопросы решатся легко, и вы будете, как, в выигрышной ситуации на коне и с финансовыми выигрышами. Здесь ваш конь мягко, но оно может к концу лета уже решиться, потому что здесь пшеница, колосья. И здесь вы рады от того, что приобретение автомобиля, то есть выгода какая-то финансовая, поездки, путешествия. Но здесь всё это связано будет вот с юристами, с документами и с приобретениями какими-то. И всё это в вашу пользу решается. Но здесь покупка, покупка автомобиля или путешествия. Вы отправитесь, потому что какие-то тревожные, скажем, в мире события закончатся. Вот эта война закончится. Вы скажете, наконец-то, и мы можем отправиться в путешествие на море. Например, июль, август, может быть, уже станете стабильным и спокойным и в Крыму, и на югах. То есть вот такие вопросы радостные, они разрешатся сами с собой, и вы принимаете решение. Но вот такие хорошие карты. Пусть действительно в вашей жизни состоится волшебным образом всё, о чём вы загадали. И любовь, и семья, и путешествия. И всё это благодаря вашему урану и магическим образом. Но здесь ещё белая луна, как я говорю, помогает вам. И всё сложится лучшим образом. Вот такой вот длинный получился у меня расклад для водолеев. Потому что действительно важных событий, непосредственно касаемые вас, пришлось всё это рассказывать. Друзья, поддержите, подпишитесь. Люблюсь, всех обнимаю. И до новых видео. Пока.